здравствуйте дорогие телезрители и подписчики на канале youtube голова садовая я поздравляю с новым годом всех жителей нашей огромной россии и не только россии украину белоруссию польшу молдавию латвию литву эстонию услышьте меня германия вы все мне пишите израиль я очень рада что вы есть правда рада но и тунис конечно оттуда тоже приходит комментарии там тоже наши до соотечественники садят маленькие огороды но их правда иногда тропическими дождями смывает но это уже знаете дело 5 главное посадить значит сегодняшняя тема это борьба с паутинными клещами и другими клещами хочу сказать что появление клещей на огороде на участке среди цветов на деревьях на плодовых это всегда приводит в ужас хозяйку и хозяина просто входишь в стопор и не знаешь что делать потому что оказывается у огурцов уже все листья вот так вот уже все вот такое загнутой земляника стоит скукоженные ягоды уже здесь все повумурзанные какие-то высохшие и это все мои дорогие клещи только они разные есть смородиновый почковой клещ когда у нас почки не вот такие а вот такие вот приплюснуты их надо каждую всю ручной все выбрать и сжечь а не выбрасывать к соседке за забор ни в коем случае значит это у нас клещ который наруч и это тоже не очень приятно потому что он тоже листья делает вот такими это земляничный клещ когда листики чуть подогнуты а ягодка вот тут вот носик скукоженные сухой она как бы она не такая ягодка она вот такая вот нет это прозрачный клещи живет он там внутри там где из земли выходят нет вот так покажу вот в земле находится да это уровень земли вот эти стебелечки он вот тут живет и успевает все что только поднимается чтобы вырасти над землей он уже колонии клеща там же не один и не два там колонии тысячи они начинают обсасывать все что потихоньку растет и поднимается в том числе и цветы которые с черными вот этими серединками и ягоды вот такие скукоженные будут из этих цветов и естественно листья будут вот так они все что с краю все уже подсосали они уже поужинали и позавтракали ну и конечно же клещ который поражает огурцы это паутинные клещи уже от него спасение прям не знаю ну нет наверное значит бороться с этими клещами можно и паутинные клещи кстати белокрылка в наших теплицах мы о ней тоже отдельно поговорим но препарат это почти одни и те же значит окарин и фито верма прекрасные препараты не только от паутинного клеща на огурцах на бахчевых да на всех вообще растениях если такое произошло все виды клещей будут будут погублены а почему да только потому что эти препараты окарин это бывший агровертин это улучшенный просто агровертин и фито вермы они проникают в пластинку листа а вот эти вот которые товарищи клещи вы хоть карбофосом забрызгайтесь у них такой панцирь плевать они хотели на все ваши усилия поэтому наша задача подпортить листик чтобы он поел и у него там заворот кишок случится однозначно вот в чем смысл борьбы с клещами но вы должны опрыскав огурцы свои теплицы как впрочем и растения дома даже если это пальма 20 лет недавности мы такой случай вот разбирали недавно то конечно вы должны теплицу всю закрыть никаких форточек двое-трое суток все должно быть закрыто и там тихо и верно погибает вся эта братья а вот если это домашнее растение вы должны все-таки одеть пакет завязать его на горшке и также двое-трое суток продержать уже до опрыскать одеть пакет и только потом снимать иначе вот один выползет оттуда на другой цветок и вы опять получите тот же результат хочу сказать что кроме окорина это био вещество и фито верм тоже био вещество и лук мы не просто так опрыскиваем и чеснок потому что там на чесноке трипсы которые должны поесть чеснока подтравленного слегка но через двое суток мы можем сами его есть это био все распадется а вот лук там внутри скрыт на хоботник страшнее чем луковая муха и только воспользовавшись такими препаратами можем от них избавиться есть еще препараты препараты которые мы немножко забыли это актелик и шерпа это два препарата какое прекрасно борется не только с клещами вот этот с прозрачным клещом который у земляники там под землей находится просто великолепно на него действует то есть он погибает а актелик он же уничтожает и не только клещи посмотрите здесь же и декоративные культуры огурцы томаты смородина малина земляника крыжовник жимола серга то есть вредители долгоносики пилищики белокрылки клещи тли щитовки то есть эти препараты имеют еще другой спектр действия вот знаете что хочу донести до вас что вы вам сказали вот этот препарат и вы как роботы идете покупаете и вот и вот только боретесь вот с чем-то одним внимательно прочитав я же говорю ну пожалуйста гуглите вы на здоровье ищите вы все что о чем я говорю ну правда я не могу столько рассказать я и может быть и в одной программе не смогу за целый день рассказать все что касается борьбе борьбы с клещами и всеми этими гадостями похожими на него просто должны понимать что препараты создаются не ради одного вредителя не ради одной болезни у них есть определенный спектр но все жесткокрылые все щитами вместо кожи обычной да как у червяка или как у бабочки для них другие препараты вы просто так извините меня карбофосом не попадете в голову этой щитовки или этому трипсу не получится а вот чтобы у вас все получилось всегда читайте что написано ну вот у этого препарата есть отдельная рекомендация у такого препарата на обратной стороне рекомендация и вы научитесь понимать а актелик да конечно практически весь спектр ой шерпа о нет она только у нас там в трех случаях сработает у фитовер макарин у эти сработают однозначно от тех да от всех видов клещей я бы сказала так и уже переживать будет незачем ну я на этом закончил по моему что-то я разогнала всего доброго вам и до свидания до свидания